здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформании ведущие геннадий брумер и эдуард брумер а гена с возвращением а сегодня мы будем говорить на очень интересную тему но перед тем как мы начнем говорить я хочу попросить чтобы одна из наших радиослушатель мадам брошкина не звонила больше к нам эфир и не тратила наше время и свое время я думаю что этой мадаме есть чем заняться более приятными какими-то занятиями поэтому пожалуйста сделайте такое должение не звоните больше я не во первых не буду отвечать на ваши глупости во вторых буду сразу же отключать я готов к любому говорится диалогу даже если люди не согласны со мной мы можем спорить и разговаривать но хамство и какие-то такие неприятные вещи мы допускать в эфире не будем значит сегодняшняя тема разговора загнивающий запад и процветающая россия вот сколько я живу еще помню советского союза да это знаменитая фраза загнивающий запад были такие передачи международная панорама сегодня в мире 9 студия где кстати замечательные журналисты именно профессиональные да профессиональные замечательные журналисты международники сегодня их бы назвали политологами там ну если вспомнить загладин замятин мэлорстурова дунаев очень много можно вспомнить замечательных георгий арбатов георгий арбатов и потом будущий политик примаков вот все они рассуждали говорили о загнивающем западе и о начать процветающим социализме развивающимся социализме да сейчас вектор немножко поменялся но опять же говорят о загнивающем западе стали опять об этом говорить но уже о процветающей россии что хотел бы и агент спросить вот у тебя до задать такой вопрос и мы с этого мы немножко поговорим потом нам начнут звонить наши радиослушатели сколько бы ты отвел да вот так вот условно загнивающему западу лет вот 10 лет 25 лет 50 100 лет либо за запад вообще не не кроется не разрушится не загнется и если это сравнить с россией то есть вот давай в противовесе загнивающей западе процветающая россия потому что как выяснилось вот я недавно также какие ты да смотрел передачу владимира соловьева где политологи не политологи рассуждали о том что вот в америке так как это является основной страной загнивающего запада наступает огромный кризис и вот это уже как бы начало конца что ты думаешь по этому поводу давай я быстро скажу о том что вот из теплых краев которых я приехал буквально несколько дней назад там находилось очень много людей именно из загнивающего запада конкретно из америки они конкретно загнивали на пляжах да они кушали загнивали веселились и отдыхали на полную катушку вы видели очень выглядели они бодримы а вот я думаю что бодрость это не показатель загнивания я считаю что там где свобода там где есть прогресс мысль как это как запад может загнивать он всегда загнивал по мысли россии потому что им хочется так я думаю что это их идея в сравнении с ними но почему-то картинка видится абсолютно другая когда показывают например ну какой-нибудь город саратов там видимо процветание идет екатеринбург и показывают города ну скажем чикаго даже не самые лучшие районы или какой-нибудь город гамбург или венецию тоже загнивает как-то у них сам действительно есть проблемы но как-то как-то мне кажется это все-таки по-разному при том что все русские политологи политики почему-то из процветающей россии в результате бегут на загнивающий запад так было всегда я имею ввиду и англия и америка да да я назову номера наших телефонов и дам вам возможность позвонить и высказать свое мнение единственное я еще раз прошу давайте мы будем говорить цивилизованно во первых цивилизованно во вторых по теме не отвлекаясь ни на организацию нато не на сегодняшнюю конференцию дедушки вовы так что давайте пожалуйста будем по теме говорить наш телефон восемьсот сорок семь четыре два нуля пять два два нуля и так и смотрите нас пожалуйста на ю тубе пишите комментарии ставьте лайки пожалуйста и так загнивающий запад и процветающая россия кто из них первым как говорится развалится кто из них первым уйдет в мир иной знаешь давай в историю скажем так кто первый добежит до красной полоски загнивание или может быть процветание кто куда бежит кому кому как удобно да пока еще не звонков да я бы хотел свои пять центов и за пожалуйста я не нострадамус я не знаю кто добежит 1 но я знаю что я уже в америке 40 лет и до этого еще шесть лет живя в союзе в сознательном возрасте я все это время слышу страна загнивающего капитализма да и никак за может самое интересное заключалось в том что даже я когда мне было там десять лет 11 12 лет до наблюдая за вот этими международниками журналистами международниками которые кстати были одеты во все западное до которые рассуждали о том что вот америка англия и как говорится такие плохие страны но одеты они были к и я думаю что им завидовал весь советский союз я очень быстро сказал мы примем звонок мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый значит ну сначала по поводу процветающей россии я думаю что это в некоторой степени правда по одной простой причине россия потихонечку захватывается китайцами все бизнесы все они делают америка трудолюбивая работящая и проведут россию к процветанию русских там уже не будет это не важно название то станет а по поводу загнивающего капитализма ну я не знаю когда загнется это 10 25 50 лет сто лет это интересно спасибо большое спасибо а значит все таки мы начали так интересно мы будем собирать мнение да то есть и в конце передачи сделаем резюме все-таки когда нам ждать вот этого загнивания ты помнишь такого валентина зорин зуба рентин зорин да конечно и ты помнишь как я показывали легенда как он показывал загнивающую америку показывал центральный парк сэндропарк нью-йорка и там несчастные бездомные лежали в белых рубашках и в галстуках но они были бездомные почему-то неважно что это были люди которые вышли из офисов немножко отдохнуть полежать на солнышке да но это была страна загнивающего капитализма самое интересное включалось в том что когда этим журналистам вот меня просто звонок сбил до смысле когда этим международным журналистам сообщали о том что им нужно возвращаться обратно в москву что значит их время пребывания в этой командировка командировка заканчивается вот это для них было ударом ниже пояса то есть возвращаться им ну никак не хотелось хотя по союзным меркам жили они довольно неплохо они у них были довольно хлебные места даже после возвращения но вот это возвращение обратно вот это вот как бы то ощущение советского союза от которого они отвыкали для них это было большой трагедией давай посмотрим вот эти по факту да что происходит на загнивающем западе и в процветающей россии просто за последних возьмем лет 30 не будем много брать потому что что создал запад что создала россия и уровень жизни и там и там ну процветающей россии все чего они добились это видимо улучшение модификация автомата калашникова как мне кажется каких-то еще вооружений в этом они большие спецы ты имеешь ввиду то что автомат калашникова наконец-то начал стрелять ну наконец-то начал стрелять он перестал быть шмайсером шмайсером вот а что-то они естественно модифицировали военное но мне кажется что как-то вот у них в прогрессии создания обуви или костюмов или количество еды как-то в этом давай давай уточним карта социальная сфера это не сфера российской федерации вот знаешь вопросы просветающей россии вчера на фейсбук было выставлено на видео сделано из телефона где значит группа женщин я думаю человек 20 наверное чего-то ждут ожидают они ходят большими сумками чего-то ожидает и тут оказалось что из вот этого супермаркет маркета а за они находились сзади магазина вынесли просроченную еду которую в принципе нужно просто выбросить просто она непригодна для естественно употребления и значит человек который это все вынес он это выбрасывает значит большие контейнеры предназначенные для гарпича да и вот эти женщины набрасываются на вот это вот и растаскивают по своим сумкам всю вот эту еду одна из из таких значит комментариев которые я прочитал вчера сердобольная женщина одна написала что есть стало жалко этих женщин и говорится как живут вот так вот 21 век на что другая женщина которая это видео и опубликовала она написала короткую фразу они за это проголосовали ну есть смотри я еще тебе напомню один случай пока не забыл когда почти весь город в кемеровской области буквально недавно попросился у премьер-министр канады взять их на поруки да по-русски выражаясь в иммиграцию они попросили чтобы их забрали обращаясь как господин премьер заберите нас отсюда это русские люди это надо уточнить это было 100 семей 100 семей они готовы были они сказали так мы готовы собраться буквально за день то есть они готовы бросить все лишь бы уехать вот это процветание ну наверно можно знать вопрос а где рожают и лечатся жены или даже мужья людей которые зарабатывают хорошие деньги они наверно лечат загнивающей фориде отдыхают они загнивающей флориде а лечатся они в загнивающем израиле или загнивающей америки я имею ввиду но почему-то не в расцветающей россии нет нет в расцветающей россии лечится гегемон есть такое слово гегемон свое время этот гегемон совершил революцию ты помнишь как сказала одна революционерка но вот пришел гегемон и все пошло прахом да вот но на сегодняшний день если уже так употребляться немножко истории то то что делал гегемон семнадцатом году в принципе считается что в принципе это как бы было а прогрессивно было прогрессивно пришла определенная группа людей власти вот и как говорится а а кстати вот хорошее хорошее для многих статьи звонок давайте мы привезу но говорите пожалуйста добрый день почему потому что вы говорите все правильно не о чем спорить ну посмотрим у нас люди можно доказать я помню как вы процветаете да 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 лучше бы мы как загнивали как вы процветаете да да ну смотрите как говорил еще один великий человек бисмарк да русские медленно запрягают но быстро ездят у нас есть радиослушатели которые не согласятся с нами я в этом даже уверен в том что россия не процветающие они просто еще не сосредоточены они собираются с мыслями они потеряли до речи на секундочку сейчас они его приобретут пожалуйста пожалуйста спасибо вам за звонок да напоминаю наш номер телефона 847 4 2 0 5 2 2 0 кстати можете быть несерьезными по этому вопросу вопросу мы тоже воспримем как говорится ваш ответ наша тема сегодня загнивающий запад и процветающая россия старт у этих значит одинаковый посмотрим кто прибежит финишу первым мы вас слушаем да 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 спасибо спасибо а я я очень рад что у нас идет такая дискуссия начиная с анекдотов поэтому мы можем и дальше так почему есть еще один вопрос да где куда ездят на сковорят закупы да то есть на шаппинг жены людей хорошо зарабатывающих наверное тоже где-то в российские шарпотребы да там то есть в районе волги в районе волги наверно где-нибудь там на на базарах или там на рынках туда и туда и что ли я тебе скажу одну вещь на сегодняшний день вот если под кстати а пока не забыл а пока звонков нету есть звонок добрый день говорите да да мы вас слушаем говорите пожалуйста а я понял добрый день добрый я не знаю я сегодня перед работой с утра включил прямую речь путина думаю послушаем пару минут у меня было минут 10 и попал как раз на момент ему звонили из тюмени 20 километров от центра у них уже 20 лет нет воды чистой воды они пользуются технической водой ездят на пастерушке 15 километров туда покупают питьевую воду в магазине и вы говорите о какой-то процветающей россии вернее не вы а говорите какой-то процветающей россии люди говорят есть умные люди которые об этом говорят да что мы процветаем мы прогрессируем а вот запад вы понимаете я не понимаю просто одного создавать там но это уважение к народу понимаете в россии к своему народу всегда относились ну с огромным 21 век правильно те которые хотят питьевую воду чистую должны служить на подводных лодках да наверное а если значит возвращаться к той мысли которые я быстро сейчас выскажу начату владимира соловьева за последнее время вот последние передачи кстати очень рекомендую многим посмотреть не ту часть где идет разговор об украине там все понятно а именно ту часть где люди рассуждают вот об америке да и вот замечательный для мочи многих наших радиослушателей яков кедми очень сказал интересную мысль только задумайтесь можете мои слова проверить секрета нету он сказал что в конце девятнадцатого начала двадцатого века в америку ехали неудачники в основном ехали неудачники вот а я думаю что это глубокая мысль я не знаю с какой стороны мозга она его посетила вот но насколько я понимаю сейчас вот эти неудачники то есть все удачные поэтому мы изогниваем что сюда приехали именно неудачники удачники остались в россии и суда как я понимаю ехали неудачники конца семидесятых начала восьмидесятых и даже второй волны иммиграции девяностых это все конкретно явно были неудачники это заявил яков кедми что даже у самого владимира коловьёва немножко глаза полезли на лоб от услышанного не говоря уже про сидящих рядом там значит ариэль коэн кстати хороший очень политолог и николай напомнить злобин злобин николай злобин вот так что америка создали абсолютно неудачники про голливуд я вообще молчу у меня есть очень близкий товарищ который говорит что его родственник уехал в америку за год после его двери год через после революции да здесь в америке зарабатывает миллионы и страшно жалеет о том что он оттуда уехал потому что наверное недостаточные миллионы ну потому что неудачник наверное давайте давай мы серьезно скажем эдик что на западе как в любом месте есть проблема мы примем звонок а дальше продолжим говорите пожалуйста добрый день нет удастся говорите говори долл а значит продолжаем мысль что конечно же на западе есть добрый день добрый день говорите вот так значит тогда я продолжу мысль что все таки есть конечно проблемы в нашей стране и в германии и в англии везде есть проблемы свои которые любые правительства меняющиеся кстати постоянно они стараются решать этот вопрос эти вопросы под выборы перед выборами после выборов но как-то все это но у нас есть проблемы вопрос мы не мы не идеализируем нашу страну и страны запада что вот они у них все все хорошо нет все хорошо только известно где туда мы не стремимся вот во первых там где нас нет мы решаем эти вопросы в обыденном поэта но дело в том что вот когда в двадцать первом веке в стране которая в европу ведет газ а в домах этого газа нету туда баллоны кстати они могли попросить бы американцев жжен гад в таком же контексте привозить вот нету то наверное они прогрессивны они наверно это их прогресс наверное такой понимаешь социальная сфера она в россии стоит на первом месте есть такое понятие в россии называется нацпроекта до выступил от песков который сказал наш народ не понимает что это такое нацпроекты надо народу объяснять то что нужно народу создавать это их не интересует нужно народу объяснять что такое нацпроекты и как эти на проекты выведут россию на уровень сша вот я например помнишь самая знаменитая фраза хрущева да что он сказал он сказал мы догоним и перегоним америку 80 еще он сказал держись корова из штата айова да ну вижу это вот россия все время как бы в беге спринтерском таком беге за америка два ему вот что сделано уйдем на рекламу да и потом мы вернемся и продолжим разговора бассе а здравствуйте дорогие радиослушатели мы возвращаемся в программу политинформания и тема сегодняшней беседы загнивающий запад и процветающая россия у нас есть звонок два звонка а мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый день здравствуйте я разочарована а где аргументы от феликса от вадима один а а процветание россии ну еще время есть время еще есть так что я так ждала я так надеялась и что-то вот передачи же просто для них ну вот они наверное вас слышат но короче говоря передачу придется заканчивать словами извините что без драки обошлось я думаю что они собираются с мыслями скоро выдадут по полной программе у нас есть следующий звонок спасибо спасибо говорите пожалуйста значит но в ней не говоря о россии насколько я понимаю государственный долг америки это 21 триллион или что-то там такое ну да а россия со своими долгами уже полностью рассчиталась если когда-то случится то что случилось шестьдесятые годы если вы знаете что сначала франция прислала корабль долларовой макулатуры потребовала золото взамен потом испания и президент джонсон срочно провернул новый закон эти доллары уже не обеспечился золотом обеспечился только государственными бумагами если сейчас китай и другие страны и пришли от макулатуру сюда так все америка в нее вот теперь и до научок можно вам задать вопрос а вы считаете что кто-то на сегодняшний день посмеет нарушить торговлю с америкой как вы думаете мы говорим чисто гипотетически да и я тоже она вот франция решила создать свою валюту поменяла доллары испании решила молоча послушайте меня гипотетически только у гуся рождаются котята это гипотетически а вот вопрос к вам вы считаете реальным тем что сегодня кто-то нарушит торговлю с америкой или как вы думаете что пост как поступят с россией если завтра путина не будет с ней тоже будут так вот панькаться вот скажи ответьте на этот вопрос и тогда вы сможете сразу все пони без всякой гипотетики ну ответе на один волю хотя бы подумайте над этим хотя бы на 1 спасибо большое спасибо значит мы еще раз загнивающий запад и процветающая россия если гена брать загнивающий запад то у нас загнивающий президент загнивающий президент загнивающий бизнеса все загнивает про голливуд я вообще молчу там просто полный кошмар процветающая россия почему она вот если подумать процветающая думаю просто потому что наверное и руководство довольно процветающая в плане жизни но они от того что как говорится живут они неплохо ну мы говорили договорить пожалуйста мы напомнили выражение мы находим и перегоним америку я хочу продолжить а нет мы только догоним перегонять нельзя а почему нельзя будет виден наш голый зад наверное такое возможно да наверное такое возможно спасибо спасибо варвара вам зачет продолжим да наверное все таки загнивает народ российский а власть я думаю и и и и как обслуга обслуга самое главное что в россии процветает обслуга соловьев компания те кто журналисты и даже те же олигархи это все обслуга пяти шести человек вот они процветают почему нет говорите добрый день спасибо за чувство юмора но в принципе в каждой шутке есть доля шутки а мы вас слушаем добрый день добрый день здравствуйте а вы задали интереснейший сегодняшний вопрос как обычно я тебя с удовольствием вас слушаю спасибо а по поводу россии скажем так не зря у американцев существует такое понятие американская мечта или америка страна возможности а что россия это страна где люди стоят на коленях перед их ним царем в америку едут люди что что-то самим создать за этим стоит дали вуд и американский бизнес кто является powerhouse на сегодняшний день во всем мире что в россии делает ничего так выходи сказать что такая страна как россия которая в котором народ ничего сам так не создал да и все ее существование по мне с америкой кто существовал около 200 лет родители что она будет проспевать я не очень согласен вы знаете я вам скажу вообще россия тоже страна возможностей только там возможности другие там возможность заключается в том кто кого выражаясь культурный быстрее обманет на где-то кого быстрее как говорится обведет или кто кому за счет первые вот одному министрам да как вы считаете если убрать на сегодняшний день путина вы считаете что а у россии появится больше возможности развиваться чем на сегодняшний день не народу нет абсолютно нет если убрать путина придет другой путин а придет третий путин и как говорится ничего не поменяется только по той причине что есть такое понятие как менталитет народа а это может быть отдельная передача добрый день говорить пожалуйста я вспомнила один из аргументов процветания путинской россии нынешней а за последние две недели я уже рассчитала вот так по меньшей мере 10 ворованных фильмов 7 из которых были честно украден у голливуда например такой всемирно известный блокбастер как рэмбо фирсблат умер бот вот с голди холл и да 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 это 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 что-то запредельное совершенно они пересняли полностью эти фильмы до точки с запятой но с российскими актерами и по-русски спасибо спасибо продолжаем дальше значит наш телефон восемьсот сорок семь четыре два нуля пять два два нуля хочу повторить чтобы вы нас смотрели пожалуйста на ю тубе ставьте лайки комментарии это всегда интересное общение пожалуйста до загнивающий запад и процветающая россия россия процветает по полной программе сегодня выступал дядя вова или дедушка вова все его по-разному называют или владимир владимирович путин приди российский президент который кроется не поддается критики не поддается вот смотри один один момент российский президент глава страны все говорят о том что человек не пользуется абсолютно сегодняшними прогрессивными вещами как компьютер интернет ipad ipad то есть его информация ведь он голова страны его информация принятие решений зиждется на записках вот можете себе представить 21 век человек не смотрит сам информацию он получает информацию от близких людей которым видимо доверяет но кто знает что ему подносит какую информацию дело все том что в какой стране человек появился в какой стране человек начал свою деятельность и чему он привык вот например президент трамп идутся в америке и поэтому для него появление так такой вещи как twitter она для него является очень важным она сыграла решающую роль на выборах да и он этим активно пользуется потому что он же должен как-то отвечать своим врагам да вот вот он через значит twitter им причем самое интересное что надо дать должное президенту трампа у него есть чувство юмора и он абсолютно честно пишет все что он думает о газете например или о телеканале или о ком-то значит отдельном человеке вот президент путин это человек который вышел из организации до из этой организации которая для него является смыслом жизни и которая для него являлась таким символом как в америке говорят к и джеби да то есть это его жизнь он к этому так привык все эти новшества он не придает хотя я думаю что все-таки он пользуется всеми этими новаторскими вещами я не думаю что он настолько консервативный человек просто его деятельность абсолютно консервативная он считает что страна должна вот пребывать вот именно в таком состоянии называть который называется процветающая россии он сегодня кстати об этом и сказал давай знаешь что еще скажем сегодня все-таки немножко по персоналиям те кто загнивают нашу страну у нас есть звонок будем говорить добрый день пожалуйста добрый да да добрый день вадим меня зовут я хочу сказать что россия действительно процветает и процветает очень прогрессивно равнодушие силовики подлецы чиновники судебная власть и вся эта свора который наживается на бедном народе за счет газа и за счет нефти а америка чуть-чуть начинает подгнивать и вы знаете кто инициатор этого те же социалисты демократы у меня к вам быстрый вопрос у меня к вам быстрый вопрос попробуйте ответить сразу тоже быстро такой уж бедный русский народ я говорю что русский народ страдает от этого процветания кто виноват в том что он страдает страдает давайте ответим на этот вопрос спасибо так вот я да 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 вы ответьте потому что я думаю что человек он все правильно говорил но он просто не продумывал да гена по поводу русского народа ну он он страдает потому что дайте это синдром алкоголика человек хочет быть нормальным веселым но потом наступает похмелье похмелье ведет к плохим вещам грусти поэтому сначала ты себе выбираешь что-то что тебе кажется приятным потом она это не оправдывает и это это вот они выбрали себе власть вот они это 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 синдром наркомана алкоголика когда ты хочешь что-то такое чтобы тебя повеселила взбодрила а на самом деле это приводит ну смотри человек сказал бедные бедный русский народ ведь это в принципе не его такая оригинальная мысль до бедном народе русском бедном народе говорят уже века начиная уже не знаю там с каких веков все время вот эта фраза бедный русский народ и самое интересное да в процветающей россии бедный русский народ это вообще очень интересно смотрится всегда россия процветающие при коммунистах при значит цели я даже вот эту власть даже не знаю как ее назвать какой там сейчас строй потому что регулируемые как-то регулируемая демократия да подожди диктатура диктатура это понимаешь это мы можем об этом сказать только это мы можем так это а если взять суверенная демократия у них вот у них уверенная дожить подожди вы разберитесь начало в такой вещи давать определение объективное или давать определение субъективно потому что если объективно это диктатура если давать со стороны взгляд со стороны а то как они видят как они это видят а это власть это видит как управляемая демократия как суверенная значит государства как-то песня была да люди наш как может быть суверенным государство которое зависит от цен на нефть то ли мы сейчас говорим о том как они считают о как они считают мы сейчас говорим об этом они считают что они абсолютно суверенное государство и бронепоезд стоит на запасном пути вот и причем и я даже в этом не сомневаюсь о том что это именно процветающая россия они видят государство россию именно процветающие то что там не хватает воды где-то не хватает газа то что дети как говорится да не доедают в школах в школах да это что самое интересное что проблемы конечно существуют с продовольствием потому что не потому что его нету продовольствия продовольствия есть цены очень большие продовольствия есть но то продовольствия которые бы люди могли использовать и давят машинами потому что они называются санкционка санкционка вот она контрабанда да контрабанда она не должна достаться значит нашему народу потому что достается она немножко другим людям давай эдик мы еще скажем конкретно чтобы люди не думали что мы в общем говорим вот в загнивающей америке есть загнивающие люди их имя это ион маск это билл гейтс это цукерберг не называя его имени таких цукербергов очень много хочу наш как в анекдоте быстро скажу да хочу быть цукербергом каким любым цукербергом да 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 то есть 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 тот же дональд трамп создавший свою строительную империю поэтому вот это эти люди нам помогают загнивать добрый день говорите пожалуйста говорите здравствуйте здравствуйте гартман владимир нью-йорк очень приятно просто один стейтмент ставить по поводу человека который говорит про обеспечение золотом или бумаги доллар в первую очередь обеспечивается экономиками которые ну я не знаю сегодня сколько триллионов долларов владимир а как вы думаете почему я ему задал вопрос или кто-то сегодня готов нарушить товарообмен самим понимаете вот и все просто человек мне подготовлено а по поводу сегодняшней темы есть в математике такое понятие как аксиома так что доказательства не нужны все понятно спасибо 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 добрый день добрый день позвольте полюбокую почему такие переживания за рашу с кем мне просто интересно такие переживания вот это вот как бы не совсем переживания по поводу чего я не раз слышу по поводу того что мы загниваем но мы переживаем по поводу там раши там что у них конкурула вот такие переживания какие-то серьезные никаких никаких абсолютно переживаний absolutely мне просто интересно кто придет к финишу первым загнивающий запад или процветающая россия потому что об этом всегда говорят сейчас россии политологи местные кто первый либо загнется либо победит… мы об этом говорим переживаний никаких абсолютно нет у нас уже есть понимание того что может случиться нам просто интересно ваше мнение Ты помнишь, на этот вопрос, пока нет звонка, на этот ваш вопрос очень хорошо ответил когда-то наш радиослушатель, ну, может быть, пару месяцев назад. Он сказал, ребята, все, что меня сегодня интересует, я сюда приехал ради колбасы. И я ее здесь получил, и поэтому я спокойно здесь живу и работаю. Вот вам ответ на то, кто где загнивает. Давай продолжим дальше по персоналиям так, чтобы мы понимали конкретно, как по цифрам. В России обеспечение процветания обеспечивают олигархи. Вот мы говорили об Илоне Маске, который создал то-то-то, Билл Гейтс создал то-то-то, покойный Джабс создал то, да, тоже загнивающий бизнесмен. А в России, значит, давайте зададимся вопросом, а кто там создает это процветание? Вот кто конкретно? По именам, по фамилиям, может быть, даже по деятелям искусства. Не, ну, смотри, если вспоминать, кто там создает. Многих, кстати, тех, кто создавал, попросили из России, да? Они сейчас живут в Израиле, в Англии. Хотя там был довольно интересный человек, личность, действительно, очень энергичная, по фамилии Чичваркин, который сейчас живет в Англии, в Лондоне. И создал, кстати, довольно успешный бизнес. Дуров, Дуров, да, Дуров, то есть вот эти люди, которые действительно могли быть близки по своей значимости, да, к лучшим загнивающим людям Америки. Но, как говорится, Россия им сказала, что в нашей стране такими людьми, как вы, не интересуются. Зимин, Дмитрий Зимин, который создал в свое время большую компанию, по-моему, телеком. Вы нам не интересны, поэтому мы будем просветать без вас. Поэтому свалите в Англию, и чтобы, как говорится, выражаясь блатным языком, не отсвечивали. Потому что, кстати, блатной язык сегодня в России, он является одним таким основным. Потому что, если многие смотрят современные передачи, вот эти вот ток-шоу, да, там есть такой политолог Михеев. Кстати, бывший ученик замечательного политолога Бунина, который одному из политологов, который оппонентов сказал такую фразу. Пошел вон, и слово досвидос. То есть вот манера общаться, да, манера общаться на центральном телевидении вот такая вот у российских политологов. Вот смотри, в Англии, да, в Англии, есть Джоан Роллинг. Есть два, где мы примем звонок. Ну, продолжим потом мысли. Пожалуйста, мы слушаем. Добрый день. Добрый день, Бумер Брадрес. Да, очень приятный день. Добрый день. Да, как сварщик, как-то, я не знаю, мне позвонили, я не слушал. Давайте мы оставим Россию в покое, у нас абсолютно разное мнение, у вас разные идеи. Сегодня у нас такая тема один. Объясните мне одну маленькую вещь. У нашей страны 22 триллиона долга, так? Россия, Китай, Индия, Турция и даже Евросоюз отказываются от доллара. Что с нами произойдет, когда мы не сможем печатать доллары? И как быстро наступит дефолт? Что делать, например, таким, как я? Хорошо, Дим, давайте я вам быстро отвечу. Давайте я вам отвечу, потому что передача заканчивается и долго невозможно говорить. А мы загнемся, наверное, да, да. Нам, наверное, будет плохо. Ну и что? Да. Нам всегда это говорят об этом. Что нам это в России? Нам всегда об этом говорят. Нам уже сто лет об этом говорят. Я добавлю просто к тому, что Гена говорил. Дин, вы вообще не волнуйтесь по поводу того, кто откажется от доллара. Китай, значит, Турция, Россия. Они все говорят. И я уверен, что это... Они делают это, послушайте меня. Не надо говорить. Значит, когда... Дин, послушайте. И куда тогда смотрят помощники Трампа? Расскажите мне. Дин, Дин. В корень. В корень на них смотрят. Дин, когда Китай откажется от доллара, я хочу на это посмотреть. Потому что на сегодняшний день Китай, который всеми силами борется за то, чтобы остаться на этом рынке, на этом рынке. Если бы он не хотел остаться на американском рынке, Китай бы спокойно ушел в свою гавань. Безусловно. В нашей стране они будут рассчитываться в долларах. Но у него же огромный бизнес у Китая без нашей страны. Я понимаю, понимаю. Вот там они рассчитываются, а не в долларах. Да. Если Америка завтра захочет уничтожить Китай, Америка это сделает. Просто Америке выгоден Китай как партнер. Вот и все. Каким образом она может уничтожить? Дин, можно я вам задам вопрос, в отличие от вас? Скажите, пожалуйста, какой товарооборот у Америки с Китаем? Затрудняет сказать. По-моему, там такое до 500 миллиардов долларов. Ну вот, да. 600 миллиардов долларов. А какой товарооборот у Китая с Россией? На сегодняшний день 110. Было 108, на сегодняшний день 110 миллиардов. Вот вы себе представляете, когда Китай откажется, то есть для того, чтобы Китаю отказаться от торговли с Америкой, ему нужно таких 5, как Россия, для того, чтобы хотя бы просто выйти в нули. Выжить. Понимаете? Думайте об этом. Забудьте про ваш ШОС, забудьте про БРИКС. Это все выдуманные и просто выдутые из мыльного пузыря коалиции. Просто забудьте про них. Дин, спасибо за ваш звонок. Будем заканчивать. Спасибо всем за участие в передаче, всем, кто звонил, и всем, кто нас слушал. Мы будем резюмировать, Дин. Быстро. В Англии живет Джоан Роунг, а из России уехал Борис Акунин. Это говорит о многом. Что я хотел бы сказать. Процветающая Россия. Я не знаю, случится ли это при моей жизни или это случится при жизни моих детей. Но я думаю, что загнивающий Запад вот и будет так загнивать еще лет 200, 300, 400, не знаю, пока, как говорится, будет существовать планета. А сейчас Луи Йем Стронг. Спасибо всем.